Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» в студии Полина Булава. После новогодних праздников на рынок постепенно возвращается торговая активность инвесторов, о чем говорит постепенно растущий объем торгов индексными акциями. Сегодня индекс Кассе получил более существенную поддержку от инвесторов и закрылся выше вчерашнего ласта почти на полпроцента. Лидером роста стали простые акции Кастронсойл. В отсутствии каких-либо значимых недавних корпоративных событий, сегодняшний тренд, скорее всего, отражает желание инвесторов откупать бумагу на более дешевых уровнях и держать ее в ближайшей перспективе. Напомню, что по итогам 2019 года простая акция Кастронсойл потеряла около четверти стоимости на фоне снижения дивидендных выплат и риска введения сниженных тарифов транспортировки нефти. На фоне укрепления тенге ставки денежного рынка продолжили снижение. Доходность операции РЭПО с государственными ценными бумагами сроком на один день опустилась на 5 базисных пунктов до 8,3%. Ставка однодневного долларового свопа на закрытие опустилась на 16 базисных пунктов до 8,1% годовых. По итогам торговой сессии тенге укрепился к доллару США еще на 1 тенге 71 тейн, до 376 тенге 50 тейн. Национальная валюта продолжила укрепление к доллару США и евро вслед за российским рублем, несмотря на отскок цен нефти с локальных максимумов. Напомним, что цена на нефть сорта Brent в среду после нескольких дней роста снизилась почти на 4% до 65,5 долларов США за баррель из-за заявления президента США Дональда Трампа в Твиттер о том, что США готовы к мирным переговорам с Ираном. При этом инвестиционный банк Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent на 2020 год с 60 до 65 долларов США за баррель на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Средний взвешенный биржевой курс по итогам торгового дня составил 376 тенге 50 тейн. Суммарный объем торгов составил 184 миллионов долларов США. Сегодня после длительного перерыва в связи с праздничными днями на площадке Кассе были возобновлены торги российским рублем. Курс российского рубля по итогам биржевых торгов составил 6 тенге 16 тейн, закрывшись небольшим понижением к предыдущему торговому дню. Курс тенге к евро продолжает укрепляться, достигнув минимального значения с ноября 2018 года. Курс составил 419 тенге 10 тейн, укрепившись на 2 тенге 70 тейн. Биржевой курс юаня снизился на 14 тейн и установился на уровне 54 тенге 37 тейн. Это была программа «В курсе». Увидимся после следующей торговой сессии.